Всем привет! Друзья, недавно я готовила домашний сыр из кефира и у меня осталась сыворотка. И вообще я стараюсь молочную сырную сыворотку и кефирную сыворотку не выливать. Очень она полезна. И сегодня на основе этой сыворотки буду печь блины с дырочками. Отмеряю 500 миллилитров сыворотки и примерно 220 граммов муки. В емкости стандартно смешиваю остальные продукты. Это у меня два куриных яйца. Примерно 3 столовых ложки сахара, но сахар я всегда беру по вкусу. В зависимости от того, хочу ли сладкие блинчики или более постные. Немного соли и все тщательно перемешиваю до однородной консистенции. В взбитую яичную смесь добавляю 1,5 столовых ложки растительного масла. Не удивляйтесь, что у меня масло очень желтое. Пока использую горчичное. Еще раз все перемешиваю и потом добавляю сыворотку. Сыворотку обязательно нужно использовать либо комнатной температуры. Лечить бы чуть-чуть погорячее. В полученную смесь добавляю пол пакетика разрыхлителя. И за счет реакции сыворотки и разрыхлителя мы потом с вами получим красивые маленькие дырочки. Все тщательно перемешиваю и оставляю в теплом месте на 10-15 минут. Ну а потом постепенно порциями ввожу муку. И все тщательно венчиком взбиваю, чтобы все комочки растворились. Конечно же в идеале нужно было муку просеять через сито. Но я как всегда поленилась и просто так высыпала прямиком в тесто. Тесто у меня получилось вот такой консистенции. Что-то средненькое, не сильно жидкое и не сильно густое. Ну а теперь выпекаю. До сих пор у меня еще жива блинница из фикс прайса. Она правда очень тонкая, но пока не пригорела, не искривилась, не деформировалась. Изначально смазываю сковородку растительным маслом. Потом это делать не буду. И прожариваю первый блинчик. Он, конечно, получается по виду не совсем идеальным. И посмотрите, как сразу начинают образовываться вот эти самые дырочки. За счет того, что мы тесто делали на сыворотке. А последующие блинчики я пеку просто на сухой сковородке. За счет того, что в тесто я добавляла растительное масло. Естественно, они без проблем отходят. И вот таким образом выглядит готовый блинчик. И дальше пеку блины из всего оставшегося теста. Ну что, друзья, вот такие красавчики у меня получились. Да, еще не масленица до масленицы далеко. Но порадовать себя вкусными блинчиками всегда хочется. А тем более, что на основе сыворотки у нас получается практически безотходное производство. И если вдруг кто-то боится, что блинчики получились кислыми, нет, никакой кислинки не чувствуется. А если вдруг вы еще не видели, что это за такой у меня стеклянный колпак с птичкой, ссылочку на то, как я его делала, оставлю на всякий случай в подсказке сверху. Субтитры сделал DimaTorzok